МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Бесплатные путёвки на лечение и спортивные секции. Глава региона встретился с многодетными семьями. Обсудили самые острые темы, первые решения уже приняты. Все на укол. В регионе продолжается кампания по вакцинации. О том, стоит ли делать прививку, и представляет ли она опасность для организма человека, рассказали местные врачи. Покажем сюжет. Масштабное преображение. В Наринмаре до конца осени могут появиться сквер влюблённых и смотровая площадка в районе морского порта. Подрядчики уже определены. На пределе возможностей в столице региона состоялся фестиваль экстремальных видов спорта в качестве гостя чемпионка России по скейтбордингу. Об этом и не только смотрите в ближайшие 20 минут. Время новостей на телеканале «Север». С вами в студии Илья Сахаров. Здравствуйте. Бесплатные путёвки на курортное лечение детям со второй группой здоровья будут выдавать раз в три года. Такое решение Александр Цибульский озвучил в ходе встречи с многодетными семьями. Соответствующие изменения в региональном законе вступят в силу с 1 января 2019 года. С родителями глава региона беседует не первый раз. И после каждой подобной встречи руководитель субъекта даёт ряд поручений. Некоторые проблемы, которые беспокоят многодетных, уже решены. Однако сегодня родителей волнует нынешняя практика распределения мест в детских садах. Они столкнулись с тем, что детей из одной семьи определяют в разные дошкольные учреждения. Давайте это пропишем в нормативе для департамента, что если есть старшие дети, которые ходят в этот детский сад, то надо в приоритетном порядке эти дети тоже в этот детский сад. Дополнительное образование и спортивные секции – это следующий вопрос, с которым многодетные обратились к главе региона. Многие семьи не всегда могут позволить своим детям посещать платные кружки или тренировки. Надо выбрать основные направления, по которым сделать эти кружки, которые действительно влияют на развитие ребёнка, которые пользуются популярностью, которые создают задел на будущее для ребёнка, которые можно сделать одну секцию для каждого жителя в одномоментно, чтобы она была бессмотна. Отчитался и руководитель профильного департамента. Сергей Свиридов рассказал о выплате компенсации за земельные участки для многодетных семей. Добавлю, всего в Нинецком округе 609 многодетных семей. Порядка 500 из них ещё ждут своей очереди на получение земли или денежной компенсации. Стоп-грипп врачи Нинецкого округа говорят нет распространению сезона инфекции и призывают жителей региона, взрослых и детей делать прививки. О необходимости вакцинирования медики рассказали на пресс-конференции. Здесь же был организован мобильный прививочный пункт. Так что врачи и журналисты показали на собственном примере, что бояться прививок не стоит. Прививочная кампания в Нинецком округе стартовала. На сегодняшний день вакцину получили уже 1393 человека. Планируется, что прививки от гриппа поставят около 20 тысяч жителей. Из них 14 тысяч взрослые и почти 6 тысяч дети. Для этих целей приобретены вакцины Савигрипп и Гриппол+. Они закуплены по федеральной программе за счёт регионального бюджета. Ожидается, что на территории нашей страны будут хозяйничать три штамма гриппа. Грипп Б, грипп А, Н3Н1 и А, Н3Н2. Прививки делаются бесплатно. Если человек плохо передвигается или в силу тех или иных обстоятельств ему тяжело подойти в поликлинику, он в любое время может позвонить своему участковому терапевту. Участковый терапевт вместе с участковой медсестрой выезжает на дом и делает вакцинацию. В перечне уважительных причин не ставить вакцину аллергическая реакция, подтверждённая справкой обострения хронических заболеваний, высокая температура на момент прививки. По словам врачей, лёгкое недомогание не считается поводом для медотвода. Напротив, вакцина поможет организму активизировать защиту. А вот тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, прививаться жизненно необходимо. В период вспышки гриппа возрастает смертность по различным нозологиям. Но прежде всего это заболевания сердечно-сосудистой системы. Связано ли это напрямую? Да, конечно, связано. Потому что есть группы риска, как раз-таки те больные люди хроническими заболеваниями, которые ослаблены, да, грипп напрямую оказывает вот такое воздействие. В группе риска беременные женщины. Ведь вирус гриппа опасен не только для них самих, но и для ещё не родившегося ребёнка. Поэтому им тоже необходимо своевременно поставить прививку. Приведены в настоящее время исследования, клинические испытания, и в том числе на беременных женщин, которые показали безопасность вакцинации от вируса гриппа, как сезонного, так и свиного, и так называемого птичьего гриппа у беременных женщин. Кстати, заведующая детской поликлиникой Алла Муратова отметила, в этом году родители более ответственно подходят к вакцинации. Уже сейчас на 30% больше семей, по сравнению с прошлой кампанией, дали своё согласие на прививку детей. Вакцинироваться надо. Побочные явления, побочные осложнения от данных вакцин, которые у нас уже не первый год, они опробованы, и они эффективны, и они не дают побочных явлений. Согласно многолетним наблюдениям, в нашем регионе подъём заболеваний гриппом начинается зимой во время каникул. А это значит, что сейчас самое время защитить себя и близких от инфекции. Ольга Руслу, Леонид Шишелов, телеканал «Север». Заслуженное признание. В поселке Искателей состоялось торжественное открытие памятника первым геологам Крайнего Севера. Бронзовый монумент возведён к 60-летнему юбилею начала разведывательных работ в Ненецком округе. К событию также приурочили и традиционное посвящение в нефтяники новоиспечённых учеников Ростнефть-класса. Тему продолжит Надежда Качегова. Жители-искатели, или как его ещё называют, посёлка геологоразведчиков увековечили память своих отцов и дедов. В центральном сквере муниципалитета появился бронзовый искатель чёрного злота. Советский геолог – образ собирательный. Скульптор создал его по облику своих друзей, которые как раз осваивали полуостров Канин. Кстати, это уже четвёртая работа архангельского мастера Игоря Чумакова в нашем регионе. И, судя по впечатлениям гостей, автор памятника справился с поставленной задачей. Я очень рад, что в год 60-летия начала геологоразведки в округе мы, наконец, должным образом ответили труд этих людей. 60 лет назад, по сути, именно они начали писать новую историю Ненецкого автономного округа. По словам Александра Цибульского, спустя 60 лет геологоразведку Ненецкого округа ждёт возрождение. Во-первых, многие нефтяные компании, работающие на территории Заполярья, планируют расширить поиск углеводородов. Во-вторых, Росгеология готовится активизировать свою деятельность на севере страны. Когда говорят о России и о ресурсах, в первую очередь думают о нефти и газе. А чтобы хорошо заработать, ну, чисто и с коммерческой целью, нужно этим заниматься. Аргумент весомый. Геннадий Пологих точно знает, добыча углеводородов – это его будущее. И первый шаг к своей цели школьник уже сделал. Сегодня Геннадия, как и весь новый Роснефть-класс, посвящают в нефтяники. Это у них учить для вас. Сегодня здесь присутствуют главы всех нефтедобывающих компаний, работающих в округе. Поэтому от всех нас, от их имени я возьму себе такую смелость, поздравляю вас с вступлением в дружную семью. Не в коллектив и не в команду, а именно в дружную семью принимает десятиклассников директор компании РН «Северная нефть» Владимир Шульгам. После чего школьники проходят обязательный обряд посвящения. Пусть кому-то он покажется странным, но для этих ребят такой ритуал поистине знаковый момент. Как и торжественная клятва, ее ученики произносят всем классом. Окончить школу на хорошо и отлично и поступить в профильный вуз Роснефти. Двенемся! 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 С 2006 года компания «Роснефть» растит собственные кадры, начиная со школьной скамьи. Система подготовки будущих специалистов, школа, вуз, предприятия за это время доказала свою эффективность. С 2012 года программа заработала и в нашем регионе, на базе школы-поселка Искателей. В числе учеников этого, уже седьмого по счету Роснефтькласса, есть и потомственные нефтяники. У Алексея Огрыська и прадед, и дед работали на месторождениях. Как признается бабушка-старшеклассника, мальчик всегда любил слушать истории о трудовых буднях своих родственников. Мой папа, Аркадьевич Петр Антонович, работал в нефтяной компании. Он работал нефтяником, был за границей. Потом на Краснодарском крае работал нефтяником и приехал сюда. Здесь работал нефтяником, он был бурильщиком на буровых. Внук знает про дедушку. И вот тоже решил пойти по его стопам. Сам Алексей Огрыська с конкретной специальностью еще не определился. Говорит, времени для того, чтобы сделать выбор, еще достаточно. А пока основной упор на профильные предметы. Физику, химию и математику ученикам Роснефть-класса предстоит изучать особенно тщательно. Но трудности ребят не пугают. Я думаю, что будет сложно, но всегда помогут учителя и в какой-то степени одноклассники. Думаю, школьникам понятно, что учебы никогда не было в сладости, но все это проходили. По словам классного руководителя Надежды Мельник, новый состав будущих нефтяников за первую неделю уже успел подружиться. А значит, учиться теперь им будет гораздо проще. Надежда Качегова, Сергей Качегов, Телеканал Север. Стали известны имена подрядчиков, которым уже до конца этого года предстоит выполнить строительные работы в рамках проекта «Комфортная городская среда». Речь идет о благоустройстве скверов возле здания ЗАГСа и школы номер 3, а также зоны отдыха на берегу Городецкого шара в районе морского порта. Итак, благоустройством сквера «Любящих сердец» на улице Первомайской займет сообщество РИЦ. На площади порядка 2500 квадратных метров появятся проезды и тротуары из брусчатки и малые архитектурные формы. А вот победителем аукциона на создание общественной территории между третьей городской школой и МФЦ признана ИП «Скорик». Данному подрядчику предстоит выполнить работу по строительству тротуаров из брусчатки и подиумов для памятных знаков литераторам Ненецкого заполярья. Дополнительно установят фонари, скамейки и урны. Частично заменят и перенесут ограду. Благоустройством территории на берегу Городецкого шара займется предприниматель Обочараева. Там необходимо создать смотровую площадку из брусчатки, автомобильную парковку, подвести освещение и установить беседки, а также организовать озеленение. Согласно документам, все работы подрядчики должны завершить не позднее 16 ноября. Хорошая новость для начинающих предпринимателей. В Ненецком округе стартовал третий в этом году конкурс грантов, сообщили в региональном департаменте экономики и финансов. Среди участников распределят 4 миллиона рублей. Деньги можно будет потратить на закупку необходимого оборудования. Напомню, первые два конкурса для начинающих ИП по предоставлению грантов прошли в апреле и июне. В совокупности было направлено 5 миллионов рублей. Всего поддержку тогда получили 9 бизнес-проектов. Шесть уже реализуются. Это Центр оздоровительного плавания «Дельфиненок», вокальная студия «Соловей», кофейня «Наокафе», пиццерия и автосервис. Они получили поддержку в размере 500 тысяч рублей. Максимальную же сумму гранта 1 миллион получила общество «Ненецкая рыбоводческая компания», проект которой направлен на создание рыбоводческого предприятия, специализирующегося на проращивании икры сеговых пород рыб и на выращивании личинок. Еще трое предпринимателей реализуют свои бизнес-инициативы в муниципальных образованиях. Это парикмахерская в селе Тельвиска, проект по сбору пуха водоплавающих птиц в Бугрино и проект по реализации рыбы, добываемой в Усть-Каре. Что касается очередного конкурса, то в Центре развития бизнеса сообщили, прием заявок от начинающих ИП начался 3 сентября. Документы можно будет сдать до 28 числа этого же месяца. Скейтборд, BMX и самокат. В столице региона состоялись соревнования по экстремальным видам спорта. Турнир прошел при поддержке Федерации скейтбординга России. Так в Наринмар приехали титулованные трюкачи, которые не только оценили уровень мастерства наших спортсменов, но и провели для них показательные выступления. Все подробности в материале Ивана Кутейникова. Этот парень занимается скейтбордингом 4 года, но тренироваться серьезно начал только с появлением в Наринмаре специальной площадки. Я посмотрел видео, и мне понравилось, я захотел так же кататься. И пошел в кладовку, нашел там старый скейтборд, решил, буду учиться, вот так учился. Артем Канев признается, в таком экстремальном виде спорта самая главная уверенность и желание постоянно пробовать что-то новое, оттачивать свое мастерство и не бояться даже самых сложных трюков. Когда парк построили, просто тогда начался полный прогресс, и тогда все ребята начали тоже только начинали кататься. А сейчас сделал трюки, делал бортслайд в наклонку, который меня вчера Борис Олейников только это научил, раньше этого не делал, боялся. А он говорит, пойдем пробовать, я давай попробуем и сделал раза с пятого, наверное. У участников соревнований есть всего минута на то, чтобы показать свои лучшие трюки. Среди скейтеров такой вид состязаний называется стрит. Кроме того, ребята определяют лучших еще в двух дисциплинах, это BMX и самокат. За полярных экстремалов оценивают титулованные спортсмены. Среди них, например, чемпионка России по скейтбордингу Екатерина Шенгелия. По словам девушки, ее сильно впечатлил уровень подготовки наших ребят. А теперь, когда в Наринмаре есть оборудованная для экстремальных видов спорта площадка, местные спортсмены обязательно будут только прибавлять. С таким скейтпарком, безусловно, у них есть будущее. И чем чаще будет проводиться мероприятие такого плана, вот как сегодня, это будет подстегивать ребят дальше заниматься, прогрессировать. И, безусловно, у них все получится. Я видел, как горят ваши глаза. И действительно, то, что мы вернулись сюда спустя три месяца, и мы видим, как прокачался ваш уровень катания, как у вас стало больше. Мы видим девчонок на скейтах, что на самом деле, вот где самый короткий путь на Олимпиаду, так это у девчонок в скейтбординге. Мне очень приятно, что здесь, казалось бы, на такой суровой земле северной, где, ну, даже страшно представить иногда, что здесь катаются на скейте в любую погоду практически. Это уже не первые подобные соревнования в Нейнском округе. И, по словам самих участников, чем больше их будет, тем быстрее в регионе сможет развиваться экстремальный вид спорта. Самое главное – есть поддержка со стороны администрации Заполярья. Я очень рад, что у нас приживается этот экстремальный вид спорта. Вы знаете, я очень его люблю и делаю все для того, чтобы у вас была возможность тренироваться, получать оборудование и иметь возможность развиваться в этом направлении. Самый молодой олимпийский вид спорта. У каждого из вас, по сути, есть возможность попасть в олимпийскую сборку. Похоже, мероприятие проводим второй раз. Первое было летом. Я смотрю, что это очень понравилось детям. И Александр Витальевич принял решение, что надо еще раз такое проводить и продолжать. Эта практика очень классная. Наши дети начинают лучше это делать, лучше кататься. По итогам соревнования в дисциплине BMX победителем стал Андрей Баринов. Лучшим самокатером оказался Константин Чупров, ну а среди скейтеров первое место завоевал Артем Канев. Этот парень смог. Это Канев Артем! В качестве награды – новый скейтборд. Но все же главный приз – возможность показать свое мастерство уже совершенно на другом уровне. Ты едешь 22 сентября на чемпионат России, этап Кубка мира в Москву. Иван Кутейников, Владимир Рожин, Леонид Шишелов, телеканал «Север». Школа молодого бойца. Завтра в столице региона состоятся традиционные соревнования юных армейцев «Зарница-2018». Место уже традиционное. Это спортивная площадка, которая расположена на территории второй городской школы. Организаторы ожидают, что в этом году количество участников превысит 100 человек. Это представители как школьных объединений, так и военно-патриотических клубов. Главное условие в каждой команде должно быть по 10 юношей и девушек в возрасте от 14 до 18 лет. Через игру ей, кстати, уже полвека ребята постигают армейские навыки. Демонстрировать придется не только силу и выносливость, но и смекалку. Все, что понадобится на военной службе. В программе «Зарница» 11 этапов. Интеллектуальные задания, сборка и разборка модели автомата Калашникова, метание гранаты, стрельба из пневматической винтовки, оказание доврачебной помощи, силовые упражнения и другие. Напомню, в прошлом году первое место взяла команда школы номер 2. Серебро досталось представителям ненецкой школы имени Пурерки, а вот третьими стали юные армейцы из третьей школы. И в завершение выпуска. Православная воскресная школа при Богоявленском кафедральном соборе возобновляет свою работу. В субботу, 15 сентября, в 11 часов для всех воспитанников состоится общее занятие. Традиционно занятие в воскресной школе начинается с началом нового церковного года, а он наступает 14 сентября. Поэтому в эту субботу для всех воспитанников школы состоится первое занятие. В этом году с Божьей помощью мы наконец-то продолжим бытие нашей школы ЮНГ с помощью специалистов, которые будут преподавателями для наших мальчиков, детей. Мы организовываем уже по-настоящему это обучение, которое будет составлять из нескольких предметов и будет охватывать разные стороны нашей арктической жизни. От выживания, географии, истории морских открытий, ну и, конечно же, природный мир русской Арктики. И это были все новости к этому часу. Далее в эфире смотрите прогноз погоды.